Праздник осени прошел в семейном клубе «Золотник». В гостях у необычных детей побывали и наши корреспонденты. Слово Глебу Линскому. За окном дождь и ветер, но в доме теплый и радостный праздник. И кто может не радоваться, когда дети счастливы и от смеха их, кажется, даже на улице становится теплее. В школе «Золотник» в этот воскресный день особое занятие. Традиционные игры, песни, хороводы и танцы, посвященные осеннему периоду жизни, которые сохранились в глубинках нашей великой страны. «Ой, хорошо страдать на феечке» «Ой, да мешки чула, ой, да мешки чула, ой, да мешки чула» «Ой, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да стенах своих квартир. Изменилось не только время, но и люди. Так и возник семейный клуб. Несколько семей, то есть мы все вместе занимаемся руководством нашего центра, несколько семей объединились и решили таким образом своих деток, все многодетные семьи организовать. И вначале наши друзья, товарищи решили присоединиться к нам, семьи другие. А потом это уже стало разрастаться и стали приходить просто уже совершенно незнакомые люди и приходить к нам интересоваться, хотят тоже погружаться в традиционную культуру, знакомиться со всем этим, жить такой жизнью. И, конечно, радостно видеть в красном углу иконы. Насколько это важно для вас, православная культура? Я сама закончила нашу духовную академию, я по образованию иконописец, эту икону написала я. Копии мы делали с супругом в Крестово-Сдвиженском соборе Романово-Борисоглебска, города Ярославской области. Поэтому, конечно, это основная наша жизненная направленность. Мой супруг расписывает храм у нас в Питере, многие он руководил проектами. Я пишу иконы, поэтому реставрирую их. Поэтому это, наверное, просто краеугольный камень нашей жизни, вокруг которого все строится. Но мы были действительно удивлены, когда узнали, что дети здесь не только поют и танцуют, а еще и учатся. У нас многодетная семья, с друзьями мы решили открыть такое дело, где можно привлекать детей еще больше, развивать это дело, традицию, народную культуру. Помимо традиции народной культуры давать еще классическое образование, все это совместить, и чтобы у детей и у родителей тоже была возможность привлекаться, чтобы это было совместно. Не только дети приходят заниматься отдельно, но и родители могли активно принимать участие на тех же фольклорных занятиях, на праздники, как у нас было сегодня, где все могут вместе соборно участвовать, и педагоги, и дети, и родители, потому что это очень сильно всех объединяет. И потом в семье вечером за чаем можно обсудить, как этот день прошел, как прекрасно все порадовались, повеселились, что было. Поэтому дело, конечно, очень это нравится. Каждый день уроки в школе начинаются с молитвы, а затем обычные, нет, все-таки необычные предметы, арифметика, чтение, словесность и другие занятия по системе русской классической школы. Я вспомнил свою школу и подумал о том, как бы изменилась моя жизнь, если бы уроки в нашем классе начинались с молитвы.